На этой неделе пройдет зимний инвент-форум. Ивент-форум Дарья Александровна, пожалуйста, подробно об этом мероприятии. Доброе утро, уважаемый Алексей Раисович, коллеги представители средств массовой информации, ХРЛРТ. На этой неделе, с 16 по 18 февраля, в Казани впервые пройдет одно из главных российских событий в сфере организации делового туризма. Зимний ивент-форум. Ранее он проводился только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Всего мы ожидаем около 300 участников 20 городов и порядка 10 представителей комитетов по туризму по всей России. Зимний ивент-форум – это площадка, на которой встречаются профессиональные организаторы, специалисты по развитию корпоративного бренда, менеджеры по внешним и внутренним коммуникациям, собственники бизнеса, прямые заказчики мероприятий и представители комитетов по туризму. Среди спикеров – ведущие специалисты нашей страны и мировые эксперты. Кевин Джексон – основатель компании «The Experience is a Marketing», главный редактор журнала «Live Communication Magazine». Лина Арифулина – обладатель премии «ТЭФИ», режиссер и продюсер проекта «Фабрика звезд» и «СТС зажигает суперзвезду». Михаил Воронин – основатель агентства стратегических событий «Подъежники», который входит в топ-50 лучших ивент-агентств мира по версии журнала «Спешл Ивент». Тиму Киру – креативный директор, автор творческого планирования маркетинга впечатлений, основатель международного консалтингового агентства «The Unsinkable» в Финляндии. Наталья Франкель и Дмитрий Румянцев – создатели проекта «Ивент-маркетинг от А до Я». Мероприятие вызвало большой интерес у крупных федеральных компаний, таких как Burger King, S7 и Roscosmos, которые изъявили желание выступить с открытыми тендерами именно для участников форума в Казани. В другое время заключить контракт с этими компаниями практически невозможно. Еще одним поводом для визита в Казань для представителей региональных комитетов по туризму станет открытая сессия, где они смогут обсудить вопросы развития ивент-туризма в регионах. Про зимний форум уже активно пишут деловые СМИ как Татарстана, так и Россия, а свое желание стать волонтерами форума высказали более 70 человек из 10 городов России. Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Саратов, Екатеринбург. Многие бизнесмены, деятели культуры, блогеры и журналисты уже посодействовали нам в привлечении новых участников форума, опубликовав информацию о форуме на своих страницах в сети интернет, за что им отдельное спасибо. Принимая форум, мы ставим цель заявить о Казани как о городе, имеющем огромный потенциал и возможности для проведения не только крупных спортивных и культурных мероприятий, но и мероприятий деловой направленности, поскольку видим, в майс-туризме один из приоритетов стратегии развития туризма в целом. Поэтому в программу форума мы заложили знакомство с лучшими выставочными площадками города, отелями, ресторанами, экскурсионными маршрутами, чтобы презентовать все необходимые инструменты для проведения корпоративных и деловых мероприятий в Казани и отразили наш посыл в главном хэштеге форума «Все в Казань». Пользуюсь случаем, приглашаю всех желающих стать частью главного форума индустрии событийного маркетинга «Винто-эвент-форум-2017» и буду рада видеть всех в числе участников форума. Начни год правильно. Спасибо. Спасибо. Деловой туризм – одно из важнейших направлений, мы о нем долго и много не говорим, но хорошо, что от слов переходим к делу, и такое крупное событие, деловой форум, к нам идет, это говорит о многом. С вводом в эксплуатацию экспо нашего выставочного зала, с вводом в эксплуатацию ВСН, высокоскоростной магистрали Москва-Казань, безусловно, деловая жизнь, активность, в том числе такие форумы, они кратно вырастут, но уже сегодня мы должны набивать руку. А самое главное, неважно от масштаба в какой отрасли, в каком направлении проходят эти конференции, мероприятия, чтобы все знали, раз это был Казань, значит знак качества, значит здесь все пройдет. Вот этот авторитет, эту планку надо ежедневно нам зарабатывать, это очень важно, масса преимуществ, разница по цене в гостинице, географическое расположение удобно в центре страны, хороший аэропорт, логистика, любая культурная программа, на любой кошелек, что называется, может быть предложено. И спортивные состязания, поэтому давайте продолжать это направление. Потенциал для делового туризма у нас еще далеко-далеко не раскрыт.